Открываем газету и с первой же страницы погружаемся в увлекательный мир кинематографа. О Полевском уже знают во Франции. Как раз там сейчас идут съемки продолжения фильма о нашем городе. На третьей полосе читайте последние актуальные новости. Так сколько же стоит уральский лес? Целых три цены получили лесники, проанализировав результаты торгов для разных покупателей. Все подробности на четвертой странице. Живете в частном доме? Запаситесь водой. На всякий случай. После Кемеровской трагедии тема противопожарной безопасности уже не раздражает. Михаил Анн. С подробностями на пятой полосе. Большая верность маленькому селу. Не каждый полевчанин знает, что в деревушке по дороге в Екатеринбург живут люди с интересными судьбами. Страница 6. Как рождалась цапля. История создания знаменитого символа СТЗ на восьмой полосе. Старое фото продолжает жить. Бесконечная история простой человеческой жизни на девятой странице. Решить вопрос с мусором. Как с 1 мая изменится вопрос вывоза мусора от населения? Читайте на десятой полосе. Выиграй конкурс от ведой солянки. Рабочая правда приглашает на дегустацию. Условия на тринадцатой полосе. Полевской не без добрых людей. О том, как в рамках проекта «Человек-года» полевчане помогли детям и животным. Страница 14. А рядом на пятнадцатой полосе новая боль. Еще одна история большой беды в полевской семье. И не забудьте же пригласить своих детей и внуков на полянку детства. Разгадывайте задания и сразу же звоните в редакцию. Рабочая правда. Есть что почитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова